Прикрыли пленкой одну грядку. Видите, он уже начал выходить. То есть кабель все греет. Заставим до следующей выходы. Видно будет. Сегодня у нас четвертый день эксперимента. Вот видите, вот пленка грядка. Вот здесь начало тавить, потому что здесь ничего не накрыто, потому что кабель идет вот так вот, так и вот так вот. Сюда приходит. Здесь все практически тает начало. Видите, как сейчас буду делать короб из пленки двухслойной над этой грядкой, а эту грядку на крое полиэтилена. То есть у нас будет вот эта грядка. Эту сторону я не включал. Сейчас тоже попробую включить. Поэтому эксперимент продолжается. И мы попробуем вот на этой грядке на солнечной, на южной, вырастить зелень с обогревом грядке. Даже зимой. Сейчас получается у нас февраль месяц. В теплице минус или плюс. Плюс почему-то 10 показывает. Земля так накормежная. Для постройки парников над этой грядкой нам потребуется брусок, пленка, саморезы, ножовка, маркер, рулетка, ножик, степлер и шуруповерт с саморезами. Все, сейчас приступим к изготовлению двух парников для нашей теплой грядки и выращивания в ней зелени. Практически мини парник готов. Решили делать его просто без парника крышкой. Тут получается в 6 слоев закрутили. 60 микрон. Сейчас осталось сделать здесь юбочку по кругу, чтобы было поклотнее все. У нас получился вот такие крышки на нашем грядке. Где-то расстояние будет сантиметров 20 где-то почва. Сейчас все это мутируем, закроем. На улице все равно уже минус зима. Как она только протопит грядку, будем уже смотреть и высаживать всякую зелень. Теперь поподробнее. Для чего этот эксперимент, для того, чтобы вот эта лента, обогревательная лента для грядки испытать и проверить уже в зимних условиях. Потому что мы только испытывали весной, когда уже более-менее тепло. Сейчас на улице, грубо говоря, 0 градусов сегодня. Минус 2 может быть. Вот эта лента 4-метровая. Сейчас мы сделали грядки. У нас одна есть теплая уже, которая в почве закопана. Смотрите, по подключениям. Из ленты выходят три провода. Зеленый и два белых. Зеленый это заземление, а два белых это ноль и фаза, то есть 220. Подключаете к розетке только два провода белых. И пошла вилка. Видите, сейчас включена. Все пугаются, током бьет. Вот я, видите, держусь за нее. Она уже горячая, теплая, нагревается. Держусь. Сейчас нагревается она. Включена в розетку. Вот эта термодача. Его надо вложить в сторонку. То есть, если даже в воде, ничего страшного. Ничего с током не дает. Сейчас мы будем ее проведем небольшой эксперимент. И в нашу грядку, которую мы видим, она грядка с пеноплексом по кругу утепленная. Плюс сделали тут пленка 60 микрон. В шесть слоев аж. Просто замотали крышки. И сделали выпуски, чтобы было более-менее герметично. Сейчас у нас здесь снег. Смотрите, мы сейчас делаем так. Так, грядка четырехметровой длиной. И я вам покажу мини-инструкцию, как просто, если вот представьте, что это не снег, а земля. Наташ, можно вас на минутку, Наталья Алексеевна? Намасто. Лопату берем. Берем обычную штыковую лопату. Проходим. И просто выкапывается траншейка небольшая на глубину лопатки. Вот сейчас снег. Представьте, что это снег, не только снег. Мы ее сейчас уложим сверху, эту ленту. Представьте, что снег это земля. То есть вы выкапываете небольшую углубление, траншейку лопатой. И в нее мы укладываем кабель. Потом обратно закапываете. Вот так вот, да? Этого, ну, до земли немножко. В общем, сейчас я это все выкопаю и покажу вам дальше. Сейчас мы его будем укладывать вот этим термометром, термодатчиком, сюда в конец. Представьте, что вы выкопали вот такую траншею в земле, в почве. Ее надо выкапывать сантиметров на 30-40. Сейчас мы его прокладываем для того, чтобы у нас быстрее все здесь растаяло. Выведи его, Наташа. Вытаскивай, вытаскивай. Вот тут раскрутить, чтобы вот таких заломов не было. Покрути ее, ага? Вот. Укладываем ее и прикапываем снегом, Наташа. То есть землей. Землей прикапываем. Оставляем вот такой вывод. Ну, здесь у меня, видите, капитально сделан. Он с трубкой гофрирован. Здесь пока это времянка. Как только снег растает, мы его уберем. Чтобы у нас быстрее прогревалась земля в этой грядке. Потому что мы хотим быстрее здесь, так сказать, посадить зелень. Потому что теплица, обратите внимание, теплица неотапливаемая. Здесь у нас стекло с северной стороны поликарбонат. Вот решили, хватит ли, сейчас эксперимент проводим, хватит ли мощности этой ленты, которая в земле. Чтобы было тепло. Тепло, и чтобы здесь росла у нас какая-то зелень весенняя. Там ряди, 100 укроп, 100 укроп или петрушка. Наташа цивен обувается надо мной экспериментатором. Ну, посмотрим. Приведем в воскресенье, все вам по новой расскажем. Вот, сейчас он все включен, все греет у нас. Он горячий. Все это сейчас закроется у нас, прикроется. Будем проводить испытания. Вот, все, в земле закопали, воткнули, включили, парник сверху поставили. И все тепло там, в земле. Всем доброго дня. Сегодня 23 февраля. Поздравляем настоящих мужчин и мужиков с нашим праздником великим, мужским. Кто служил, кто не служил. В общем, наш сегодня мужской день. А мы продолжаем наш эксперимент. Смотрим. Вот эта грядка. Шириной 50 сантиметров, длиной 4 метра. В ней проложен кабель, который греет. Так называемая лента для обогрева почвы. Давайте заглянем внутрь. Наташа, открой, пожалуйста. К окну ее. Представь. Вот такая у нас сверху крышечка с пленки. Видите, как там влажно, все отлично. Открывай вторую сразу же. Мы сейчас взяли, если у нас почва хотя бы прогрелась до 20 градусов. Видите, дальше там снег еще лежит, не растаял, не хватило. Попробуем посадить редиску. Надо нам найти градусник и промерить температуру почвы. Но если сейчас включена работа, значит еще он нагрел. Так сказать, забыли положить. Даже забыли градусник положить. Попробуем посадить немножечко редиски. Потому что сейчас у нее короткий световой день. И должна она у нас вырастить. И посадим каких-нибудь зеленушек. Ну что? Холодная еще? Нет, теплая. Теплая? То есть можно посадить редиску в стиле? Ну вот. Сейчас все это перекопаем. Надо вот этот верхний капель наташ убрать и в среднюю граду его положить. Нужен здесь. Вот поэтому я думаю, что у нас эксперимент будет очень и очень удачный. Как мы видим, паучок капельный полип мы не убираем. Видимо, как раз его прибрали и все. Все отлично. Он не мешает. Начинаем отчет. Значит посадили мы здесь петрушечку, укропчик две грядки и редисочку. Мечта лисы. Сейчас все это прольем. Закроем. Присыпем. И на следующей неделе, в выходной, наверное, тоже так же приедем и вам расскажем, как наш эксперимент живет-поживает. Теплой водой поливаем. Наш эксперимент с теплыми грядками продолжается. Видите, что показывает? Под пленкой там 19 градусов. Все отлично. Все работает. Но надо, конечно, делать не такую крышку. То есть она делает парником. Если погрев, получается идеально работать для ранней посадки рассадок. Сейчас откроем, посмотрим, что у нас. Смотри. Опа. Смотрите как. И не надо ничего поливать. Она и так вода. Видите, какая влажная. Ну, редиска, вы сами понимаете, ей нужен свет. Она пошла все в зелень. В микрозелень. Здесь у нас были раскиданы сидераты с осенью. Это, видимо, вот рожь, как мы видим. Видите? Вот. А, повыдергивать ее. Сказали. И здесь получается укропчик. Вот он. Видите? То есть можно зелень смело. Ммм. 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 Какая вкуснятина. Растись. Но с цветами все равно мало. Здесь даже укроп. Всякие зеленушки. Петрушка. Ну, петрушки, как видите, некомфортно. Ммм. А вот укроп в самый раз. Ммм. Ммм. Тут надо еще сорт смотреть какой. Ммм. 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 В общем, для рассады самое то. Обогрев работает. Все отлично. Рекомендуем. Рекомендуем. А мы пока и редиску тогда будем листочками есть. Видите, она вся пошла в бутву. Ммм. Ммм. Как пахнет. Ням-ням. Вкусно-вкусно. Все закрываем. Пусть потихоньку себя растет. Датчик, видите, сразу же температура как упала. А здесь теплица получается плюс 10 показывает. Поэтому, считаю, эксперимент удачный. Здесь потом подключим. И сделаю парник с укровным или с пленкой. И высадим рассаду. Так вот. Мы приехали на дачу с нашего отпуска. Решили посмотреть. Или вот такие у нас укровные пленочки. Укрытые крышечки. Теплые грядки. Показывает 31 градус. Но я так понимаю, что я переборщил с пленкой. И там мало очень света. Поднимаем. Смотрим, что тут у нас. Открывать полностью. Воды хватает. Надо еще полить. И что у нас тут растет? Открывай следующий вид. У нас тут растут сидераты. То есть света мало. Надо бы среднюю грядку запускать. Но вот это все укроп. Смотрите. Это все укроп. Рукол. Рукол. Да. Очень нормально. То есть можно зелень и редиска. Ну, редиска естественно и мало света. Она пошла вся в ботву. Как видите. Видите, даже не завязалась. Ей мало света. Надо ставить лампу до свечи у нее. Ну, а так подогрев можно включать. Выращивать спокойно зелень. Ну, или даже что это такое? Редиска. Редиск? Нет, это не редиска. Нет. Это не знаю. Это здесь ходили укроп. Это все. А это сидераты. Видите, какие выросли. Она будет потом перекопать их. Пшено или что это такое? Не знаю. Кто-то не знает, что это такое. Это жучело. А так вот. Редисон. Не редисон, а кроп. Вкусно. А кроп. Ням-ням. Все растет. Зеленушки в нашей теплице. Это трава. Это овес это Юля. Овес? Ты что, в которой сидера ты рассыпала? Вот он здесь. Насыпал. Это редиска. Это редиска. Она, видишь, пошла в ботву. Не завязалась, так скажем. Это трава такая. Вот так вот. Пойдем мы дальше.